Глава третья. Полежал на спине, не спеша очухиваясь. Под окном уже вовсю грохотали прицепы, а в квартире было тихо. От вчерашнего бестолкового дня остался только легкий шум в голове, металлический привкус во рту и какая-то неприятная заноза в душе или в сердце, или бог еще знает где. Он стал разбираться, что это за заноза, но тут раздался осторожный звонок в дверь. «А, это палыч с ключами!» — сообразил он и торопливо соскочил с постели. По дороге через прихожую он мельком отметил, что на кухне все прибрано, а дверь в Бобкину комнату плотно закрыта и задернута изнутри занавеской. «Дрыхнет Лидочка!» — встала, посуду помыла и снова завалилась. Пока он возился с замком, звонок снова деликатно звякнул. «Сейчас-сейчас!» — сиплым сосноголосом проговорил он. «Одну минуточку, Арнольд Палыч!» Однако это оказался вовсе не Арнольд Палыч. Шаркая ногами по резиновому коврику, у порога стоял совершенно незнакомый молодой человек. Он был в джинсах, в черной рубашке с закатанными рукавами и в огромных противосолнечных очках. Тантон Макут Малянов успел заметить, что в глубине лесничной площадки, возле лифта, маячат еще двое Тантона Макута в черных очках. Но ему сразу стало не до них, потому что первый Тантон Макут произнес вдруг из уголовного розыска и протянул Малянову какую-то книжечку в развернутом виде. «Очень мило!» — принеслось у Малянова в голове. «Все ясно!» — этого и следовало ожидать. Чувства его были расстроены. В одних трусах он стоял перед Тантон Макутом из угрозыска и тупо смотрел в раскрытую книжечку. Там была фотокарточка, какие-то печати и надписи. Но воспринял он своими расстроенными чувствами только одно — управление Министерства внутренних дел. Крупными буквами. «Да-да», — пролепитал он. «Конечно, прошу. А в чем дело?» «Здравствуйте!» — произнес Тантон Макут очень вежливо. «Вы, Малянов Дмитрий Алексеевич?» «Я. Несколько вопросов с вашего разрешения». «Пожалуйста, пожалуйста!» — сказал Малянов. «Подождите, здесь у меня не убрано. Только что встал. Может быть, на кухню?» «Нет, там сейчас солнце. Ладно, заходите сюда, я сейчас уберу». Тантон Макут прошел в большую комнату и скромно остановился посередине, откровенно озираясь. А Малянов кое-как убрал постель, накинул рубашку, натянул джинсы и бросился раздергивать шторы и открывать окно. «Вы садитесь вот сюда, в кресло. Или вам удобнее за стол?» «А что, собственно, случилось?» Осторожно перешагивая через разбросанные по полу листки, Тантон Макут приблизился к креслу, уселся и положил на колени желтую кожаную папку, которая у него вдруг откуда-то объявилась. «Ваш паспорт, пожалуйста», — сказал он. Малянов сунулся в стол, выкопал паспорт и передал ему. «Кто еще здесь живет?» — спросил Тантон Макут, разглядывая паспорт. «Жена, сын. Но их сейчас нет, они в Одессе, в отпуске, у тещи». Тантон Макут положил паспорт на свою папку и снял черные очки. «Такой обыкновенной, простоватой внешности молодой человек. И никакой не Тантон Макут, а скорее уж продавец. Или, скажем, мастер из телеотелье». «Давайте познакомимся», — сказал он. «Я старший следователь уголовного розыска, зовут меня Игорь Петрович Зыков». «Очень приятно», — сказал Малянов. Тут ему в голову пришло, что он, черт возьми, не какой-нибудь уголовный преступник, не шермач, черт их всех подери, форточник, а старший, черт возьми, научный сотрудник и кандидат наук. И не мальчишка, между прочим. Он закинул ногу на ногу, уселся поудобнее и сказал сухо. «Слушаю вас». Игорь Петрович приподнял свою папку двумя руками, тоже положил ногу на ногу и, опустив папку на колено, спросил. «Вы Снегового Арнольда Павловича знаете?» Малянова этот вопрос врасплох не застал. Почему-то ему и самому было неясно, почему. Он так и ожидал, что спрашивать его будут сейчас либо про Вальку Вайнгартена, либо про Арнольда Павловича. Поэтому он по-прежнему ответил. «Да, я с полковником Снеговым знаком». «Откуда вам известно, что он полковник?» немедленно поинтересовался Игорь Петрович. «Ну, как вам сказать?» проговорил Малянов уклончиво. «Все-таки мы знакомы давно?» «Как давно?» «Ну, лет пять, наверное. с тех пор, как въехали в этот дом. А при каких обстоятельствах вы познакомились?» Малянов стал вспоминать. «Действительно, при каких обстоятельствах?» «Черт! Когда он ключ принес первый раз, что ли?» «Нет, мы тогда уже были знакомы». «Хм», — сказал он, снял ногу с ноги и поскреб в затылке. «Вы знаете, не помню. Помню, был такой случай. Лифт не работал, а Ирина, это моя жена, возвращалась из магазина с покупками и с сынишкой. Арнольд Палыч взял у нее авоську и ребенка. Но жена пригласила заходить. Кажется, в тот же вечер он и зашел. «Он был в форме?» «Нет», — сказал Малянов уверенно. «Так, и с тех пор вы, значит, подружились?» «Ну, что значит подружились?» «Он заходит к нам иногда, берет книги, приносит книги, чаек иногда пьем вместе, а когда он уезжает в командировки, отдает нам ключи». «Зачем?» «Как зачем?» — сказал Малянов. «Мало ли что!» «И в самом деле зачем?» «Как-то это мне никогда в голову не приходило». «Так, на всякий случай, наверное». «На всякий случай, наверное», — сказал Малянов. «Например, приедет кто-нибудь из родных или еще что-нибудь?» «Кто-нибудь приезжал?» «Да нет, насколько я помню, нет. При мне, во всяком случае, никто не приезжал. Может быть, жена что-нибудь по этому поводу знает». Игорь Петрович задумчиво покивал, затем спросил. «Ну а приходилось вам с ними разговаривать о работе?» «Опять о работе». «О чьей работе?» — мрачно спросил Малянов. «А его, конечно, ведь он, кажется, был физиком. Понятия не имею. Скорее уж, ракетчиком каким-нибудь. Он еще не успел договорить, как его обдало холодом. То есть, как это был? Почему был? Ключ не занес. Господи, да что же случилось, наконец? Он готов был заорать во весь голос. То есть, в каком-то смысле, был. Но тут Игорь Петрович совершенно сбил его с панталыку. Стремительным движением фехтовальщика он выбросил в его сторону длинную руку и выхватил у него из-под носа какой-то черновик. «А это откуда у вас?» — спросил он резко, и мирное лицо его вдруг хищно осунулось. «Откуда у вас это?» «Позвольте», — проговорил Малянов, приподнимаясь за похищенным черновиком. «Сидите!» — прикрикнул Игорь Петрович. Все за его глазки бегали по лицу Малянова. «Как к вам попали эти данные?» «Какие данные?» — прошептал Малянов. «Какие к черту данные?» — заревел он. «Это мои расчеты». «Это не ваши расчеты», — холодно возразил Игорь Петрович, тоже повышая голос. «Вот этот график! Откуда он у вас?» Он издали показал листок и постучал ногтем по кривой плотности. «Из головы», — сказал Малянов свирепо. «Вон из этой!» — он постучал себя кулаком по темени. «Это зависимости плотности от расстояния до звезды». «Это кривая роста преступности в вашем районе за последний квартал», — объявил Игорь Петрович. Малянов потерял дар речи. А Игорь Петрович, брюзгливо оттопырив губы, продолжал. «Даже срисовать толком не сумели. Не так она на самом деле идет, а вот так». С этими словами он взял карандаш Малянова, вскочил и, положив листок на стол, принялся сильно надавливая чертить поверх кривой плотности какую-то ломаную линию, приговаривая при этом. «Вот так, а здесь вот так, а не так». Закончив и сломав грифель, он отшвырнул карандаш, снова уселся и посмотрел на Малянова с сожалением. «Эх, Малянов, Малянов!» — произнес он. «Квалификация у вас высокая, опытный преступник, а действуйте, как последняя сявка». Малянов обалдел и переводил взгляд с чертежа на его лицо и обратно. Это не лезло ни в какие ворота. То есть до такой степени не лезло, что не имело смысла ни говорить, ни кричать, ни молчать. Собственно, строго говоря, в этой ситуации следовало бы попросту проснуться. «Ну а жена ваша в хороших отношениях со Снеговым?» — спросил Игорь Петрович прежним вежливым до бесцветности голосом. «В хороших», — сказал Малянов тупо. «А на с ним на «ты»?» «Послушайте», — сказал Малянов, — «вы мне чертеж испортили. Что это такое на самом деле?» «Какой чертеж?» — удивился Игорь Петрович. «Да вот этот график». «А-а-а, ну это несущественно». «Снеговой заходил в гости, когда вас нет дома?» «Несущественно», — повторил за ним Малянов. «Это, знаете ли вам, несущественно», — проговорил он, поспешно собираясь из стола бумаги и кое-как распихивая их по ящикам. «Сидишь тут, сидишь, как проклятый, вкалываешь, потом приходят всякие и говорят, что это несущественно», — «барматалон, опускаясь на корточки и собирая черновики, разбросанные по полу». Игорь Петрович без всякого выражения следил за ним, аккуратно ввинчивая сигарету в мунштучок. Когда Малянов, отдуваясь потно и злой, вернулся на свое место, Игорь Петрович спросил вежливо. «Вы разрешите закурить?» «Курите», — сказал Малянов. «Вон, пепельница». «И знаете, спрашивайте поскорее, что вам нужно, мне работать пора». «Это зависит только от вас», — возразил Игорь Петрович, деликатно выпустив дым из угла рта в сторону от Малянова. «Вот, например, такой вопрос. Как вы обычно называете Снегового? Полковник по фамилии или по имени-отчеству?» «Когда как придется», — буркнул Малянов. «Какая вам разница, как я его называю?» «Полковником тоже называете?» «Ну, называю, ну...» «Это очень странно», — сказал Игорь Петрович, осторожно стряхивая пепел. «Дело в том, что Снеговой получил звание полковника только позавчера». «Это был удар». Малянов молчал, чувствуя, что лицо его заливается краской. «Да откуда вы узнали, что Снеговой произведен в полковнике?» Малянов махнул рукой. «Ладно», — сказал он, — «чего там?» «Ну, прихвастнул». «Ну, не знал я, что он полковник или там подполковник. Просто я вчера к нему зашел, увидел китель с погонами. Ну, вижу, полковник». «А когда вы вчера у него были?» «Да вечером, поздно». «Книгу вот у него взял, вот эту». Это он зря сболтнул про книгу. Игорь Петрович сейчас же книгу придвинул к себе и принялся ее листать. А Малянов покрылся холодным потом, потому что понятия не имел, что это за книга и о чем. «Это на каком же она языке?» — рассеянно спросил Игорь Петрович. «М-м-м», — промянул Малянов, вторично покрываясь холодным потом. «На английском надо полагать». «Да нет, как будто», — проговорил Игорь Петрович, вглядываясь в текст. «Это все-таки кириллица у вас, не латынь». «А, да это ж русский». Малянов облился потом в третий раз, но Игорь Петрович только положил книгу на место, нацепил свои черные очки и, откинувшись в кресле, уставился на него. А Малянов уставился на Игоря Петровича, стараясь не мигать и не отводить взгляда. В голове у него было следующее. «Сукин ты сын, капитан, конкассер вшивый, не скажу, где наши». «На кого я похож, по-вашему?» — спросил вдруг Игорь Петрович. «Над Антон Макута», — ляпнул Малянов, не задумываясь. «Неправильно», — сказал Игорь Петрович, — «попробуйте еще разок». «Не знаю», — пробормолтал Малянов. Игорь Петрович снял очки и укоризненно покачал головой. «Плохо, ну плохо, никуда не годится. Странное у вас представление о наших органах следствия». «Это надо же, Антон Макут!» «Ну, а на кого же?» — спросил Малянов трусливо. Игорь Петрович назидательно потряс перед собой очками. «На человека-невидимку», — сказал он раздельно. «Единственное сходство с Антоном Макутом — единственное, что тоже пишется через черточку». Он замолчал. Стояла тяжелая ватная тишина. Даже машины перестали взрывывать под окном. Малянов не слышал ни одного звука, и ему опять мучительно захотелось проснуться. И вдруг в этой тишине грянул телефон. Малянов вздрогнул. «Игорь Петрович, кажется, тоже». Звонок грянул вторично. Опираясь на подлокотники, Малянов приподнялся и вопросительно посмотрел на Игоря Петровича. «Да-да», — сказал тот, — «это, наверное, вас». Малянов добрался до Тахты и взял трубку. Это был Валька, Вайнгартен. «Здорово!» — астрофаг буркнула. «Что не звонишь, скотина?» «Ты понимаешь, не до того было. С бабой развлекаешься?» «Да нет! Что ты, какое там?» «Если б моя Светка поставляла мне своих подружек», — произнес Вайнгартен завистливо. «Да», — промямлил Малянов. Он все время чувствовал у себя на затылке взгляд капитана конкассера. «Слушай, Валька, я тебе попозже позвоню». «А что у тебя там?» — сейчас же встревожился Вайнгартен. «Да так, я тебе потом расскажу». «Баба это?» «Нет». «Мужчина?» «Ага». Вайнгартен тяжело задышал в трубку. «Слушай», — сказал он, понизив голос, — «я сейчас к тебе приеду. Хочешь?» «Нет, тебя еще здесь не хватало». Вайнгартен снова задышал. «Слушай», — сказал он, — «он рыжий?» Малянов невольно оглянулся на Игоря Петровича. К его удивлению, Игорь Петрович на него вовсе не смотрел, а читал, шевеля губами, книгу Снегового. «Да нет, что ты за чушь? Ладно, я потом тебе позвоню». «Обязательно позвони», — заорал Валька. «Как только он уйдет, сразу же звони». «Ладно», — сказал Малянов и повесил трубку. Потом он вернулся на свое место, пробормотав пардон. «Ничего, ничего», — сказал Игорь Петрович и отложил книгу. «Широкие у вас все-таки интересы, Дмитрий Алексеевич». «Да не жалуюсь», — промямлил Малянов. «Черт, хоть бы одним глазком глянуть, что это за книга». «Игорь Петрович», — сказал он просительно. «Давайте, если можно, как-нибудь закругляться. Второй час уже». «Ну, разумеется», — воскликнул Игорь Петрович с готовностью. Он озабоченно взглянул на часы и извлек из папки блокнот. «Значит так, вчера вечером вы заходили к Снеговому». «Так?» «Да». «За этой книгой». «Да», — сказал Малянов, решив ничего больше не уточнять. «Когда это было?» «Поздно, около двенадцати». «Вам не показалось, что Снеговой собирается куда-то уезжать?» «Да, показалось». «То есть, не показалось, он просто сам сказал, что завтра утром уезжает и занесет мне ключи». «Занес?» «Нет». «То есть, может, он и звонил в дверь, но я не слышал, спал». Игорь Петрович быстро писал, положив блокнот на папку, лежащую на колени. На Малянова он теперь вовсе не смотрел, даже когда задавал вопросы. «Торопился, что ли?» «А Снеговой не сказал вам, куда он собирается ехать?» «Нет, он никогда не говорит, куда едет». «Но вы догадываетесь, куда он ездит?» «Ну, в общем, догадываюсь, на полигон какой-нибудь или что-нибудь еще в этом роде». «Он вам что-нибудь рассказывал об этом?» «Нет, конечно, мы о его работе никогда не говорили». «Откуда же вы догадываетесь?» Малянов пожал плечами. «В самом деле, откуда?» «Такие вещи объяснить невозможно». «Ясно, что человек работает в глубоком ящике, лицо вон все обожжено, руки и манеры соответствующие, и то, что уклоняется от разговоров о работе». «Не знаю», — сказал Малянов. «Как-то мне всегда казалось. Не знаю». «Ознакомил вас с кем-нибудь из своих друзей?» «Нет, никогда». «А с женой?» «Разве он женат? Я всегда считал, что он холостяк или это вдовец». «А почему вы так считали?» «Не знаю», — сказал Малянов сердито. «Интуиция». «А может быть, ваша жена вам об этом говорила?» «Ирка, ей-то откуда знать?» «Вот это я и хотел бы выяснить». Воцарилось молчание. Оба они уставились друг на друга. «Не понимаю», — сказал Малянов. «Что вы хотите выяснить?» «Откуда ваша жена знала, что Снеговой не женат?» «А она знала?» Игорь Петрович не ответил. Он пристально смотрел на Малянова, и зрачки его странным и зловещим образом то сужались, то расширялись. Нервы у Малянова были натянуты до предела. Ему казалось, еще секунда, и он начнет колотить кулаками по столу, брызгать слюной и вообще потеряет лицо. Он просто больше не мог. Во всей этой болтовне был какой-то зловещий подтекст. Все это было похоже на липкую паутину, и в эту паутину почему-то то и дело затягивали Ирку. «Ну ладно», — сказал вдруг Игорь Петрович, захлопывая блокнот. «Значит, коньяк у вас здесь», — он указал на бар. «А водка в холодильнике. Вы что предпочитаете? Лично вы?» «Я?» «Да, вы. Лично». «Коньяк», — произнес Малянов хрипло и глотнул. В горле у него было сухо. «Вот и прекрасно», — бодренько сказал Игорь Петрович, легко поднялся и мелкими шажками двинулся к бару. «Далеко ходить не надо». «Так», — он уже копался в баре. «Ага, тут у вас и лимончик есть. Подсох слегка, но это ничего, не страшно». «Какие рюмчики прикажете?» «Давайте вон из этих, из синеньких». Малянов тупо смотрел, как он с необыкновенной ловкостью расставляет на столе рюмки, тонкими ломтиками нарезает лимон, и он откупоривает бутылку. «Вы знаете, — говорил он, — если откровенно, дело ваше дрянь. Разумеется, все решает суд, но я, как-никак, десять лет уже работаю, кое-какой опыт имею. Всегда, знаете ли, можно представить себе, какое дело на что тянет. Ну, вышки вам не дадут, но лет пятнадцать я вам, можно сказать, гарантирую». Он аккуратно, не пролив ни капли, разлил коньяк по рюмкам. «Разумеется, всегда могут открыться смягчающие обстоятельства, но пока я их, откровенно говоря, не вижу». «Не вижу, не вижу и не вижу», — Дмитрий Алексеевич. «Ну, он поднял рюмку и приглашающе наклонил голову». Одервенелыми пальцами Малянов взялся за свою рюмку. «Хорошо», — произнес он своим голосом, «но могу я все-таки узнать, что происходит». «Ну, разумеется», — вскричал Игорь Петрович. Он выпил, кинул в рот ломтик лимона и энергично закивал. «Разумеется, можете. Теперь я вам все расскажу. Имею полное право». И он рассказал. Сегодня в восемь часов утра за Снеговым пришла машина, чтобы отвезти его на аэродром. К удивлению водителя, Снеговой не дожидался в подъезде, как это было у них заведено. Повременив пять минут, водитель поднялся на лифте и позвонил в квартиру. Никто ему не открыл, хотя звонок работал. Водитель слышал это прекрасно. Тогда он спустился вниз и из автомата на углу доложил по начальству о создавшейся ситуации. Начальство стало звонить Снеговому по телефону. Телефон Снегового был все время занят. Тем временем водитель, обойдя дом, обнаружил, что все три окна Снегового раскрыты настежь и в квартире, несмотря на высокое уже солнце, горит электрический свет. Водитель немедленно доложил об этом. Были вызваны компетентные лица, которые, прибыв, тут же взломали замок и осмотрели квартиру Снегового. При осмотре было обнаружено, что все электролампы в квартире включены, на кровати в спальне стоит незакрытый, но собранный чемодан, а сам Снеговой сидит в своем кабинете за столом, держа в одной руке телефонную трубку, а в другой пистолет системы Макарова. Было установлено, что Снеговой скончался от огнестрельной раны, нанесенной из этого пистолета в правый висок в упор. Смерть последовала мгновенно между тремя и четырьмя часами утра. — А я-то здесь при чем? — просипел Малянов. В ответ Игорь Петрович подробно рассказал, как строилась баллистическая кривая и как была обнаружена пуля, прошедшая на вылет и застрявшая в стене. — Но я-то, я-то здесь при чем? — спрашивал Малянов, истово ударяя себя в грудь. К этому моменту они уже выпили по третий. — Но вам его жалко? — спрашивал Игорь Петрович. — Жалко его вам? — Жалко, конечно. Он был отличный мужик. Но я-то... Меня-то вы почему? — Я и пистолета сроду в руках не держал. — Я же не военно обязанный, по зрению. Игорь Петрович его не слушал. Он подробно рассказывал, как следствие удалось в короткие сроки выяснить, что покойный Снеговой был левша, и очень странно, что застрелился он, держа пистолет в правой руке. — Ну да, ну да, — соглашался Малянов. — Арнольд Павлович действительно был левша, я тоже это знаю, могу подтвердить. — Ну я-то... Я ведь спал всю ночь. А потом зачем я его буду убивать? Сами посудите. — Ну а кто же, кто? — ласково спросил Игорь Петрович. — Откуда мне знать? Это вы должны знать, кто? — Вы-с, — гнусаво вкратчивым голосом Порфирия произнес Игорь Петрович, разглядывая Малянова сквозь рюмку одним глазом. — Вы и убили-с, Дмитрий Алексеевич. — Кошмар какой-то, — пробормотал Малянов беспомощно. Ему хотелось заплакать от отчаяния. И тот легкий сквознячок потянул по комнате, шевельнул сдвинутую штору, и яростное пополуденное солнце, ворвавшись в окно, ударило Игоря Петровича прямо по лицу. Он зажмурился, заслонился растопыренной пятерней, подвинулся в кресле и торопливо поставил рюмку на стол. Что-то с ним случилось. Глаза часто замигали, на щеки набежала краска, подбородок дрогнул. — Простите, — прошептал он совершенно человеческой интонацией. Он замолчал, потому что в Бобкиной комнате что-то грохнуло и разлетелось с длинным дребезгом. — Это что такое? — спросил Игорь Петрович, насторожившись. Души человеческой снова не было в его голосе. — Это там один человек, — проговорил Молянов, так и не успев понять, что же произошло с Игорем Петровичем. Совсем другая мысль вдруг осенила его. — Слушайте! — вскричал он, вскакивая. — Пойдемте. Вот, пожалуйста, там подруга жены. Она подтвердит. — Всю ночь спал, никуда не выходил. Толкаясь плечами, они устремились в прихожую. — Интересно, интересно, — приговаривал Игорь Петрович. — Подруга жены? Посмотрим. — Она подтвердит, — бормотал Молянов. — Сейчас увидите, подтвердит. Они без стука ворвались в Бобкину комнату и остановились. Комната была прибрана и пуста. Лидочки не было, постели на тахте не было, чемодана не было. А под окном рядом с осколками глиняного кувшина Хорезм XI век сидел Калям с необыкновенно невинным видом. — И это? — произнес Игорь Петрович, указывая на Каляма. — Нет, — ответил Молянов глупо, — это наш кот, он у нас давно. — Позвольте, а где же Лидочка? Он оглянулся на вешалку, белого пыльника тоже не было. — Она ушла, наверное. Игорь Петрович пожал плечами. — Наверное, — сказал он, — здесь ее нет. Тяжело ступая, Молянов подошел к разбитому кувшину. — Скотина! — сказал он и дал Каляму по уху. Калям шарахнулся вон. Молянов присел на корточке. — В дребезге! — Какой хороший кувшин был! — А она у вас ночевала? — спросил Игорь Петрович. — Да, — сказал Молянов мрачно. — Когда вы ее видели в последний раз? — Сегодня? Молянов помотал головой. — Вчера, то есть, собственно, сегодня, ночью. Я ей просто не давал одеяла. Он заглянул в Бобкин ящик для постельного белья. — Вот, все тут. — Давно она у вас живет? — Вчера приехала. — А вещи ее здесь? — Не вижу, — сказал Молянов. — И пыльника ее нет. — Странно, верно? — сказал Игорь Петрович. Молянов молча махнул рукой. — Ну и черт с нею, — сказал Игорь Петрович. — С этими бабами одна морока. Пойдемте еще по рюмочке. Вдруг входная дверь распахнулась и в прихожую. Дверь лифта загудил мотор, Молянов остался один. Долго стоял он на пороге Бобкиной комнаты, привалившись плечом к косяку и ни о чем, в общем, не думая. Появился откуда-то калям, прошел, нервно подрагивая хвостом мимо него, вышел на площадку и принялся лизать цементный пол. — Ну ладно, — сказал Молянов наконец, оторвался от косяка и прошел в большую комнату. Было там накурено, сиротливо стояли три синие рюмки на столе, две пустые и одна наполовину полная. Солнце уже добралось до книжных полок. — Коньяк унес, — сказал Молянов. — Это ж надо же! Он немного посидел в кресле, допил свою рюмку. За окном грохотало и форчало. Через открытые двери доносились с лестницы детские вопли и шум лифта. Пахло щами. Потом он встал, протащился через прихожую, ударившись плечом о косяк, выволокился нога за ногу на лестничную площадку и остановился перед дверью квартиры Снегового. Дверь была опечатана, и на замке стояла большая сургучная печать. Он осторожно коснулся ее кончиками пальцев и отдернул руку. Все было правдой. Все, что случилось, случилось. Гражданин Советского Союза Арнольд Павлович Снеговой, полковник и загадочный человек, ушел из жизни. Гражданин Советского Союза